Мокрая писаная, ВО! Вонючка! При поддержке паблика FreeTanks. Ссылка в описании. И всем привет, дорогие друзья! С вами Патриот России и это седьмая часть ШТО. Ну что ж, давайте я не буду много говорить, как обычно, сразу перейдем к делу. Первое видео называется... Давайте лучше вот так вот. Он просто не до конца видно тут. Видите, заехало немного. Поэтому я, к сожалению, прочитать не могу. Вот у меня тут скопировано, так что прочитаем. Была дуэлька, в скобочках, а оказался голд. Жека Микс и Берег, новогодний голд, голдик 2016, крисов. Причем я не понимаю, зачем тут все в скобках написано. Новогодний голдик отдельно 2016, а крисов не в скобках. Нелогично, короче. Причем 6400 просмотров, 21 лайк и 186 дизлайков. Загружено 26 декабря. То есть, в принципе, не такое уж и старое видео, даже месяца нету. Причем тут полностью, как видим, мы плагиат. Great Tanks, Жека Икс. Ну ладно. Сразу скажу, голосов их будет не слышно, но... Короче, сейчас сами все поймете. Давайте приступим к просмотру этого видео. Сразу они будут общаться со своими зрителями с помощью чата, поэтому я сейчас сразу приближу видео и буду делать вам подсказки, потому что качество видео загружено на YouTube не очень. Так что давайте посмотрим, что же они нам скажут. Вот я не понимаю, зачем он своему другу пишет, чтобы он со всеми поздоровался в чате, если, я думаю, зрителям вообще не видно, что там написано. Это я тут сижу, тут сквозь лук будут рассматривать, что там пишут. Я даже в некоторых местах не понимаю, что там написано. Второй чувак, который с ним, скорее всего, представится берег, он, наверное, даже охерел, что он в видео сейчас попадет. Короче, я уже задолбался рассматривать, что они там пишут, но я думаю, вы поняли, что это, так же, как и в первом шту, очередные плагиаты Жека Микс, только в тот раз было флопой, но тут, как вы понимаете, берег. Ну ладно, на самом деле, видео на этом не закончилось, сейчас будет самое интересное. Вот сейчас я вам включаю, вы просто послушайте это. Что там? А ну как там? Кипитело? Что? О боже, опять начинаются эпичные какие-то моменты. На самом деле, если бы я снимал видео в его возрасте, ну я бы это, конечно, не делал бы, и если бы такие звуки были бы на заднем фоне, я бы вообще бы даже бы никому из друзей это не показал, не то, чтобы заливать на ютубе. Представьте, 6 тысяч человек посмотрело это, сейчас еще вы это смотрите, ну... Ё-моё, это же вообще прям жесть. Тебя я спрашиваю. Ну, мне кажется, какая-то у этого Жеки Микс, в кавычках, мама какая-то неадекватная, потому что, как я понял, тот ребенок, который по писаль, даже разговаривать не умеет, она на него орет и спрашивает, пытается от него что-то добиться. То есть, я даже не понимаю, как так можно. Ребят, не знаю, как вы, но когда я первый раз смотрел это видео, я просто так угорал, но как можно было снять настолько, не знаю, угарное видео, и еще его залить. Просто мама там... Ай, прям бомбит чувствуется у нее. Настепа, даже не смотри! Ну, мне кажется, в этот момент она спалила имя нашего Жеки Микс, так что теперь мы знаем, как зовут нашего съемщика. Как-то я неправильно сказал, нашего оператора, во. Почему не протився писать тебя, я спрашиваю. Все, домой идем. Эм, что? Домой идем? Где вы сейчас находитесь, интересно? Я даже не буду предполагать, все равно вряд ли угадаю. Даже не лезь ко мне, обниманка. Мокрая писаная. Во! Вонючка! Ребята, я реально не могу, у меня смех уже заканчивается. Снимать не могу нормально, но, блин, я каждую фразу, когда еще подписываю, ну, я просто не могу, это так смешно. Ребята, если вы сейчас просто угорали или хотя бы немного улыбнулись, поставьте за это лайк, ну, просто действительно, такое угарное видео попалось. Вот такие одни на тысячу бывают. Фу! Фу, ребят, я отдышался все-таки от смеха. Ну, вот сейчас на экране вы видите как раз взятие этого голда, потому что уже в этом видео ничего интересного не осталось. Все самое интересное пройдено. Остальную часть видео они что-то там по карте катаются и какой-то фигней страдают, и в чат, естественно, пишут и общаются. Но, как вы понимаете, я ленивая жопа, и мне лень это все вам, это, как сказать, на экран выводить. Я вот самое интересное. Ну, ладно, давайте перейдем к просмотру следующего видео. И второе видео на сегодня называется Танки онлайн играют школьники. Ну, я думаю, названием уже все сказано. Четыре лайка, двенадцать дизлайков. Ну что ж, давайте посмотрим, что же у нас тут за... И всем привет, дорогие друзья. С вами я, Денис. И Санёк, по кровати говори. Чувак, ты так безбалевно это сказал. На самом деле, его друга достаточно неплохо слышно. Сегодня мы играем в Танки онлайн. Это наш первый выпуск, поэтому не судите строго. Не судите строго, но я тут могу очень много тебе насоветовать. На самом деле, первое, ты играешь в очень маленьком окошке. Я не знаю, зачем ты это сделал. Может быть, тебе как-то удобно это, но зачем так было уменьшать. А во-вторых, ты снимаешь на камеру, причем на камеру, кажется, телефона какого-нибудь, которому лет пять, потому что мегапикселей, как видно, у него очень мало. Вот, я тебя строго, надеюсь, не судил. Ну, что, в чем вам такого рассказать. Я играю через ВК, многим людям советую. Играл я раньше через браузер. О, бил. До меня дошло, что когда играешь через контакт, намного больше получаешь кристаллов, и поэтому вам всем советую тоже. Что? Через контакт больше кристаллов получаешь? Ну, я знаю, что этим летом, или каким-то, я уже не помню, каким этим летом, прошлом, или позапрошлом летом, разрабы раскручивали свой проект ВКонтакте и давали при входе кристаллы, но чтобы зарабатывать в битвах, их намного больше, я не знаю. И он говорит, что в браузере плохо игралось, а ВКонтакте типа лучше играется. Но, как бы, контакт находится в браузере, а еще танки ВКонтакте. То есть, по идее, лагов намного больше должно быть. Зарегистрироваться и играть в ВК. Пароль там не нужно. Ну, наверное, вы, дорогие зрители, не будете слышать музыку? Да, конечно, не будем мы слышать музыку. И поэтому мы слышим... Лаг будете? Нет, не надо, Сань, не надо. Вот так вот нормально. Ну, ладно, в принципе, время видео кончается. Что? Почему так коротко? Оно будет у нас очень короткое, очень-очень, но потом мы снимем еще. Ну, ладно, давайте. Всем пока. До свидания. Пока. Ну, что я могу сказать этому начинающему летсплейщику? Но, концовка была действительно очень эпичная. Он так клево лег в полуминус. Что вообще супер. И на будущее, если все-таки ты захочешь дальше снимать, скачай бандикам. Даже можешь его не крякать, потому что это для тебя будет очень сложно. Но снимай лучше на программу, а не на телефон, потому что даже на такой телефон снимать не надо. Если даже у него будет камера 100 мегапикселей, все равно не надо снимать. Скачай программу. Ну, что ж, на этом шито номер 7 подошел к концу. Мне кажется, это одна из самых лучших, если даже не лучшая часть, потому что действительно первое видео просто было бомба. Но, если это так, поставьте обязательно лайк. Еще раз говорю, я не хотел оскорбить какого-либо ютубера. Эти школьники сами взяли себе такие ники. Так что ставим лайк, обязательно посмотрите предыдущее видео. С вами был Патриот России. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, комментируйте. Всем удачи, всем пока!